Всем привет! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. В моих руках телефон с небольшой особенностью, это Philips S326, его выделяет наличие инфракрасного порта. Управлять можно кондиционером, телевизором и в принципе практически любой техникой. Смартфон относительно недорогой, действительно не очень дорого за него просят, 5-дюймовый IPS-экран, слабенький процессор, более-менее по характеристикам аккумулятор. Что же нравится, что не нравится. Особенность, смартфон пластиковый, но сделан под металл. В принципе в руках лежит неплохо. Что не нравится, это нет олеофобного покрытия и экран пачкается достаточно быстро. С другой стороны, телефон в принципе не особо скользкий, в руке лежит нормально. Мое вообще мнение, телефон больше подойдет либо как второй телефон, либо как телефон такой из недорогих, может быть ребенку, может быть просто не нужны какие-то навороты, чисто как звонилка. Потому что процессор здесь не очень хороший. Хотя Real Racing 3 пошел, но все что выше уже будет подтормаживать. Результаты тестов удручающие. Процессор очень редкий. Spread Tarn SC9830, 4 ядра по 1,5 ГГц, Mali 400 MP видеопроцессор и только 1 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти 8 ГБ, свободно около 5 ГБ и отдельный слот для карты памяти microSD до 32 ГБ. То есть 2 симки плюс еще слот. По управлению все стандартно. Кнопка включения-выключения, кнопки громкости, сверху инфракрасный порт и разъем для наушников. Качество звука нормальное, слушать вполне можно. Крышка съемная, аккумулятор также съемный, два слота и карта памяти microSD. 3000 мА. Я думал будет лучше. Воспроизведение видео на максимальной яркости 6 часов 18 минут. Нормальный результат вполне. Но в реальности с 4G при нормальном использовании телефона хватает на день максимум. Если использовать как звонилку, конечно будет значительно дольше. В минус ставить не буду батарею, но ожидал лучшего с учетом экрана и такого процессора. GPS работает не очень хорошо. Спутники ловят долго. Ну, это особенности медиатеков и, вот, судя по всему, этого процессора. По тестам. Я проверил. Тут мультитач на 5 пальцев. Это хорошо, потому что иногда бывает на 2, что совсем плохо. То есть 5 касаний распознает. И еще отмечу. Андроид здесь чистый. То есть нет вообще ничего. Ни там настройки цветовой температуры. Ни каких-то особенностей. Просто чистый, простейший Андроид. Никаких фишек нет. То есть ни двойной таб, ни какие-то настройки уведомлений, датчиков уведомлений. Просто простой, чистый Андроид 5.1. Абсолютно безо всего. Единственное, менюшка немножко. Ярлыки перерисованы. Есть меню приложений. Все просто. Кому-то это нравится, кому-то это нет. Просто-просто. Если можно так выразиться. А вот комплект не подкачал. Кроме того, что наушники, инструкция и так далее, и так далее, есть еще защитная пленка. В общем-то, неплохо. Лишней она не будет. По качеству разговорного динамика и микрофона. Естественно, ставил сим-карту, проверял. Никаких проблем нет. Все работает. Как звонилка, никаких вопросов. Как и у большинства современных телефонов. Плюсы. Конечно же, ценник. На данный момент стоит порядка 7 тысяч. Плюс-минус. Минусы. Слабая производительность, то есть неигровой смартфон совершенная. И достаточно долгий поиск GPS. И, конечно, особенность. Инфракрасный порт. То есть, управляете сплит-системой, кондиционерами, телевизорами, проекторами и так далее. Штука хорошая. Две камеры. Основная 8 Мп и фронтальная 2. Примеры фотографий с этого телефона можно посмотреть по ссылке под этим видео. А я же не прощаюсь, а говорю до свидания. Как всегда, впереди много обзоров. И я желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо.